Искитим – уникальный город с богатой историей и добрыми традициями, одной из которых уже четыре года. В канун 8 марта чествовать мам военнослужащих. Встречи, инициированные военным комиссариатом и союзом женщин, всегда проходят в душевной, камерной обстановке. А темой бесед становятся самые достойные ребята, проходящие на данный момент службу в армии, и их замечательные мамы. У нас в нашем городе есть такая замечательная традиция, светлая. Вот уже четвертый раз мы собираемся на встречу с мамами ребят, которые проходят службу в вооруженных силах Российской Федерации. У каждого мероприятия есть та сила, есть та душа, благодаря которому оно процветает, и год от года становится все лучше и лучше. Для нас это самый главный двигатель данного мероприятия, и почему это все происходит, это почетный житель города Искитима, в опорах Ирина Владимировна. Низкий поклон от всех воинских частей, к которым мы обращались, они очень благодарят нас за такую традицию, которая у нас есть. Ну и, Ирина Владимировна, огромное вам спасибо. Вместе с военным комиссариатом Ирина Владимировна проделала колоссальную работу. Из большой стопки личных дел было отобрано шесть. После глубокого анализа о том, где служат юноши, где и как учились, и работали, в каких семьях воспитывались, а навстречу пригласили их уважаемых мамочек. Вот прежде чем собрать нашу встречу, представляете, что военный комиссариат сделал запросы в части, где служат ваши ребятишки. Созванивались с руководителями кадровых служб, с военными и так далее. И у нас уже много лет в городе проходит акция «Солдатское письмо». То есть это когда ребятишки пишут письма солдатам. Ну как, мы уже привыкли говорить солдатам, да? И вот вам повезло, потому что дети пишут неизвестно кому, какому-то там мальчику. А вот воспитанники «Золотая рыбка» конкретно писали вашим сыновьям. И этому способствовало достойное воспитание малышей в детском саду «Золотая рыбка», которые нарисовали множество рисунков на армейскую тематику, приложив их к письмам. А соведущее мероприятие Юлия Владимировна Осанова, заведующая детским садом и член союза «Женщин», принесла и вручила их мамам солдат. В условиях ограничительных мер дошколята не смогли лично присутствовать на празднике, как это бывало в предшествующей встрече, о которых напомнил присутствующим видеоролик. Но есть уверенность, что и сегодняшние малыши, повзрослев, станут гордостью эскетима и настоящими защитниками. На этом мероприятии я уже был неоднократно. Мероприятие очень трогательное такое. Проводится оно в этом году. Ну и всегда, наверное, по традиции, в канун такого большого праздника, Международного женского дня. Поэтому я всех присутствующих женщин поздравляю с этим наступающим праздником. Весна не за горами. А в основном мероприятии хочу сказать, что, ну, конечно же, очень важно, в первую очередь тем, что ребята, которые сейчас служат в армии, ваши сыновья, это жители нашего города, нам, конечно же, не безразлично, как ребята себя там чувствуют. И мы с надеждой ждем, что ребята отслужат и вернутся настоящими мужчинами, которые будут очень полезны городу, которые будут жить в нашем городе, создавать здесь семьи, рожать детей, работать. И, конечно же, мы очень рады, что такие ребята в нашем городе есть. Ну и говорим вам огромное спасибо за то, что вы таких достойных сыновей воспитали, которые, я уверен, будут в будущем гордостью нашего города. Представители руководства администрации из Китима и городского совета депутатов на протяжении всех лет всесторонне поддерживают и непосредственно участвуют на таких встречах. Я очень рад и горжусь тем, что у нас в городе вот такие мамы. Я даже до сих пор не могу поверить, что у вас действительно дети служат в армии. Вы так молоды и красивы. Дорогие женщины, я всех поздравляю с наступающим праздником, международным женским днем, праздником олицетворения весны, надежды, красоты, тепла. То тепло, которое у нас сейчас получится в результате разговора, оно пускай сохранится в наших сердцах как можно дольше. Ваша крепкая связь с вашими сыновьями, она, конечно же, налажена на расстоянии, и от этого ребятишкам теплее и надежнее служится. Историю каждой мамочки ведущие рассказывали через призму собственного к ним уважения и любви на конкретных жизненных примерах, показывая, какие они заботливые мамы и умелые хозяйки, успешные личности, сумевшие достойно воспитать настоящих защитников Отечества. Сейчас перед нами уже мама двух взрослых сыновей Татьяны Геннадьевны Тихонова. Она работает главным бухгалтером у нас управления образования в Центре материального обеспечения бухгалтерского отчета. Ее сын Егор очень часто ездил с мамой в Москву. У мамы там, по-моему, близкая подружка, да, по детскому дому. И он, наверное, когда со своим братом никогда не мог себе представить, что он будет ходить около мавзолея. Когда он стоял у могилы неизвестного солдата, он никогда не думал о том, что из окна его казармы он увидит дворец съездов. Он в первых письмах написал, мама, я засыпаю под настоящий звон кремлевских курантов. Он говорил маме, что уже он вживую слышал выступления президента, а не так, как мы с вами здесь по телевизору. Занятия плаванием и тяжелой атлетикой в школе закалили Егора Тихонова. Он был лучшим студентом железнодорожного техникума, занимался воркаутом, учил этому современному виду спорта других ребят. Он единственный в эскитиме, кто прошел в прошлом году отбор для службы в президентском полку в Москве. И пока мама Татьяна Геннадьевна ждет песем, он засыпает и просыпается под бой кремлевских курантов. Во время прохождения военной службы войсковой части 10.05 рядовой Тихонов зарекомендовался с положительной стороны, как дисциплинированный исполнительный военнослужащий. Материальную часть штатного оружия изучил, владеет им уверенно. Упражнения, учебный стрельб, а также нормативы по огневой подготовке выполняет на оценку «хорошо». Взаимоотношения со служивцами строят согласно требованиям общевоинских уставов вооруженных сил РФ. В воинском коллективе пользуется уважением, с командирами, начальниками, вежлив, тактичен, приказы и распоряжения выполняет точно в срок. По характеру ответственный, отзывчивый, пунктуальный, здоров, физически развит хорошо, регулярно повышает уровень своей физической подготовленности. При нахождении вне расположения части ведет себя достойно. Хотелось бы еще отметить, что командир воинской части, это командир 10.05, это командир президентского полка, генерал-майор Филякин, он благодарил город Искитим, благодарил родителей и благодарил именно за то, что у нас проходит такое мероприятие. И самое главное, конечно же, он благодарил именно за то, что мы ему направили такого замечательного военнослужащего, который сейчас проходит службу в президентском полку. Гордость за ребят вместе с их мамами разделяли все присутствующие. У Бедарева Юлии Александровны сын Никита служит в воздушно-космических войсках российской армии и в дальнейшем планирует связать свою жизнь с военной службой. Дмитриев Павел, любовь и опора своей мамы, Холевой Олеся Александровны, служит в городе Нарафаминске Московской области. 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия, 275-й самоходный артиллерийский полк, артиллерист-зарядник. Кантемировская, потому что во время войны они освобождали селение Кантемировка, теперь это центр Воронежской области, а гвардейская, потому что они заявили себя как Павлович Правил. Гвардейская только дается за хорошие какие-то военные победы, военные подвиги и так далее. То есть таких дивизий раз-два и отчелся. Я посмотрела, какой у них там шведский стол, какие у них казармы, как их одевают, какая у них дисциплина, как к ним относятся, как они выходят в город, какие с ними занятия проводят. Служит уже Паша 8 месяцев, скоро он вернется домой. В настоящее время он работает, не работает, служит писарем у командира, у него шикарный почерк. Вот мы сейчас с Олесей разговаривали, ему предлагают заключить дальше контракт. Когда мы будем смотреть парад на Красной площади, в одном из военнослужащих мы увидим Пашу Дмитриева. Его отобрали для парада на Красной площади. Мамам было приятно услышать о своих сыновьях положительные отзывы командования. Каждая из них получила в подарок книгу и открытку от депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Письма и рисунки для сыновей от Дашкаля от Золотой Рыбки. Благодарственные письма от военного комиссариата города и ароматные букеты тюльпанов. Благодарность военного комиссариата города Искитив направляется Булгаковой Наталье Сергеевне за достойное воспитание защитника отечества Булгакова Романа Евгеньевича. Примите искреннюю сердечную благодарность за Вашу веру и понимание важности исполнения воинского долга. Вы также составляете часть вооруженных сил России в армии, в одушевлении и энтузиазме. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. Праздник не получился бы столь ярким, красочным и запоминающимся, если бы не участие в нем спонсоров и социальных партнеров, которых организаторы мероприятия отметили благодарностью и цветами, ведь большинство из них – представительницы прекрасной половины человечества. Сегодня я не смогла приехать сюда к нам на встречу Вера Викторовна Карпова, которая работает с нами уже 4 года. Они с Викторией Анатольевной Побединской всегда готовят нам кладкий стол. Сегодня я не смогла приехать к нам Раиса Виннична Полянская, которая каждый год готовит нам подарки, цветы женщинам. Наверное, не в каждом даже крупном городе такие мероприятия проводятся. Я не знаю, мне кажется, по Новосибирской области у нас единственный город, в котором проходят такое мероприятие. У всех мам, всех женщин хочу поздравить с этим замечательным праздником. Хочу пожелать чисто женского такого вот счастья, а первое счастье – это наши с вами дети. Чтобы дети ваши вернулись, сыновья вернулись, чтобы действительно они возмужали, стали настоящими мужчинами. Еще у нас замечательный праздник, он, конечно, может быть, и не закончился еще. Это 23 февраля. И пользуясь случаем, я хочу всех наших дорогих мужчин нашего города тоже поздравить с этим замечательным праздником. Потому что, ну как сказать, нашим детям, которые придут, или вашим детям, есть на кого равняться. У нас достойные мужчины в нашем городе есть. И действительно, это будет, как говорится, и пример, и, может быть, даже опора для их жизни. Тамара Ильинична искренне поблагодарила тех, кто взял на себя инициативу и ответственность за проведение таких встреч и предложила в будущем году первый маленький юбилей, 5 лет, отметить более масштабно, например, в Искитимском музее. Встреча очень интересная, задумка тоже очень интересная. Ирина Владимировна молодец. Очень приятно было, конечно, поступил, когда звонок, и я также задала вопрос, а почему мой Никита? Очень приятно услышать слова благодарности в нашу сторону, у родителей, за такого сына. Приятно, что, в принципе, приятно. С дружью в голосе от волнения мамочки за чашкой чая со сладостями делились воспоминаниями. Как волнительно было провожать парней, как ждали от них весточек, как теперь рады, что сыновья возмужали, окрепли. На сегодняшний день я уже спокойна, потому что он выходит на связь, успокаивает, кормят на убой, как он говорит. Все продукты, все компоненты в норме. То есть для меня это тоже особо важный момент, чтобы было все хорошо. Уже когда приехал в Кремль, он такой, мам, ну все, я в Кремле. Теперь я сплю под звездами Кремля и слышу бой курантов. Вот эти вот слова, вот эти вот запомнились его. Ну, волнение, конечно, было, но мы мало разговаривали. Я по-своему переживала, плакала. Он по-своему замкнулся. Тут диплом у нас все это, бегом, бегом, бегом. Как бы там, и вот это вот, мало разговаривали. Разговаривать уже там начали. Как бы много такое обговорили, что интересно. Никогда не говорил, что сложно. Он говорил, мам, пацанам сложно, а мне нормально. Я привык. Я выдерживаю физические нагрузки. Для меня это хорошо. Ну, что вот он прям такой вот, он шел с этим боевым настроем. Урадовался каждый раз. Мам, я научился чистить картошку. Он левша, говорит, пацаны смотрят на меня. Говорит, ну, я интересно, чищен, у меня хорошо получается. Мам, я научился держать иголку в руках. Я говорю, первый раз. Я говорю, ну, а как ты первый раз-то подшивала? Он говорит, ну, первый раз. Я с третьего раза подшился, а теперь я уже с первого раза. У них, по-моему, единственная часть, где они еще подшивают воротнички. Сейчас же не везде подшиваются. Потом, говорит, меня отправили, мам, подушки бракировать или что там, бирки идти пришивать. Говорит, нас пять человек отобрали. Я говорю, ну, вот видишь, как ты хорошо научился шить. Первый раз, когда поехали на стрельбы, да, он мне звонит и говорит, мам, ты представляешь, мне дали кличку Стрелок. Я лучше всех отстрелялся. Я говорю, ну, как ты, что там, больше некому? Он говорит, ну, три пацана. Двое из них занимались, а я так просто, у меня получилось. Я левша, говорит, у нас там тоже командир левша, говорит, он мне там все, он понастроил, перенастроил. Ну, я тоже стреляю не как все. И он всегда говорит, ну, мам, я не как все. Ну, а только он всегда оптимистичен, он очень изменился, очень вырос. Он такой прям взрослый стал. А так сложилось, что у нас очень хорошие друзья. Они прошли наш военный институт, закончили. То есть один у нас полковник, он до сих пор там преподает, второй тоже по частям помотался. И они как-то приехали так уже, когда поездка лежала, сели. Ну, давай, сейчас мы тебе будем рассказывать. И все, и он после этого сказал, мам, а я хочу, а мне нравится. Я, наверное, да. Я, говорит, с армии приду, я, говорит, наверное, пойду к дяде Андрею, военный университет у нас на ИНИ. Да, он всегда был серьезный, но пока вот на сегодняшний день сказал, все, буду связывать свою жизнь с армией, по контракту, возможно, останусь. Либо военное училище дальше пойдет. Ну, ему нравится, очень нравится. Причем он сейчас, у нас все-таки образование, хоть не законченное, но дало плоды свои. Он сейчас занимается, сидит там в части именно за ПК, он там формирует какие-то учебные программы, что-то там распечатывает, то есть ему все это нравится. И все сказал, ефрейтором скоро буду. Я всегда знала, что у нас Рома общительный, ему, ну, не будет трудно служить. Вот так она и получилась. То есть у него все нормально. Рома вообще хорошо сходится у нас с людьми. Я думаю, что у него будет много друзей там, но сейчас он не конфликтный, у него все нормально. Спускайте своих сыновей в армию, они должны служить, там все хорошо, за ними прекрасный уход. Беспокоиться не за что. Все живы-здоровы.